Дорогие друзья, только что завершился матч. Перенец ТВС при Волжье, РЦПФ Нижний Новгород, ТМ, ЛАДО, Университет, Димитровград. И победу со счетом 1-0 одержала нашим молодежкам. Мы беседуем с главным тренером молодежной команды Константином Владимировичем Жильцовым. Константин Владимирович, ну сегодня прям было такое четкое ощущение, как будто матч России-Казахстан продолжается. Одна команда выстрелила автобус, другая долго и упорно пыталась его преодолеть. В принципе, да, я согласен по моментам. В первую же минуту имели 20% момента. Как в футболе бывает, так если ты сразу не реализовываешь, да, и маленечко начинается сложность. То есть столкнулись с шланерами тоже обороной. Да, какие-то подходы были, но последняя передача у нас как бы не проходила. А какие моменты проходили, единственное, реализация у нас хромала. Ну, реализация, конечно, это такой момент с опытом, да, приходит этому мастерство. Но надо уже об этом прибавлять, голы надо забивать, я считаю, особенно с такими командами. И нам есть в этом что добавить. Так, если взять второй тайм, да, более поактивнее начали, потому что перерывы какие-то коррективы мы внесли. Потому что команда, да, понят, оборонять, значит, нам надо более ускорить игру. Значит, более где-то какие-то все вот эти штрафные, ауты, угловые надо больше добавить. Да, может быть, какой-то, в принципе, с ошибки, да, там, как-то добивание, больше активность проявили, да, забили гол. Ну, опять же, опять же, в втором тайме столько много моментов, где нужно просто этому тяжело научить, как я понимаю, подставить ногу, да, где просто в пустые ворота, можно сказать, занести. Но над этим будем работать, значит, с этого ничего страшного, будем начинать даже это на тренировках. А так, ребятам, конечно, молодцы, да, они хотели победить и добились, как бы, победу. Но такое двояк впечатление меня игра оставила. Ну, в плане где-то в обороне команды соперников, в принципе, вообще ничего не создало. Даже, я думаю, Миша Бразьков, как бы, ну, в то, что он приехал уже молодец, помог вам, и он, как бы, такой работы сильно не было. А вот в атаке, ну, нам надо добавлять, прибавлять. И по последним играм, я и неоднократно тоже говорил, нам нужно прибавлять впереди, где-то взаимодействовать, вот эти все, шлифовать, шлифовать, чтобы какие-то уже... Ну, это уже доходило все у нас до реализации. Вот такой комментарий. Ну, да, моментов было много, я только четыре выхода один на один, по-моему, насчитал. Но, тем не менее, я скажу, сыграли замены, потому что ребята, которые вышли на замену, в принципе, Раков практически сразу же вышел и забил пусть со второго добивания гол. Ну, я считаю, замены, я им всегда говорим, то, что, ребята, кто на заменах, это не говорит о том, что вы сразу не выходите, не в старте. Вы всегда такие же члены команды, да, как все, и в любой момент вы можете выйти и помочь команде, и в следующей игре вы выходите в старте. Это как, не говорят о том, что что-то делят кого-то. Ну, тут в футболе кто-то ждет свой шанс, реализовывает, пожалуйста. Ты выходишь, я считаю, в спорте всегда так. Кто-то свой шанс спускает, а кто-то его, как бы, овладевает. И в этом молодцы ребята вышли на замену, я считаю, добавили. И Серега Прокопенко, и Денис Раков, и Влад Мартынов. Все активностью, да, какое-то мастерство не хватает, но желание было огромное, это тоже важно. Ну, и, в принципе, сегодня долгожданная победа, победа на такой же молодежной команде. Я думаю, она добавит уверенности, и ребята поверят в себя, потому что мы долго ждали этой победы. Ну, я хочу сказать то, что еще, во-первых, даже не то, что на молодежной команде, а вообще победа должна добавить нам каких-то уверенностей, и маленько каких-то положительных эмоций. Потому что, как мы играли последние игры, да, может быть, сильные соперники, да, нам где-то было тяжело, но когда ты проигрываешь, маленечко все равно, такой фон в команде маленечко, его нужно постоянно поддерживать, где-то эмоций не хватало. Ну, вот сегодня понятно, что соперник был по зубам, да, нам, но сегодня не то, что результат, да, где-то в игре что-то получало, что-то нет, но я считаю то, что выиграли, и в дальнейшем, я думаю, в следующем у нас лишь короле тоже матч, я думаю, надо уже прибавлять, и у нас оставшиеся соперники остались, в принципе, нам по зубам, да, там, за исключением, может, Пенза, да, которые задачи ставят там выйти, а так все ребята будут стараться, будем работать дальше, как говорится, ничего не потеряно. Что ж, успехов, побеждайте, главное, без травм. Спасибо, спасибо.